Сегодня в программе «Имущество» поговорим о контроле за выполнением условий договора в купле-продаже и безвозмездной передаче имущества. Условия отчуждения объекта недвижимости устанавливаются при продаже капитальных строений на аукционах с установлением начальной цены продажи равной одной базы увеличения, а также при безвозмездной передаче имущества под реализацию инвестиционных проектов. К основным обязательным условиям учреждения у нас относятся это осуществление покупателя, предпринимательская деятельность на прибытиемном объекте, создание дополнительных рабочих мест, либо проведение реконструкции объекта, прибытием на аукционе под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, обязательным условием является запрет на отчуждение объекта недвижимости до полного исполнения обязательств по договору. Ответственность в выполнении всех договорных отношений возложена на две стороны по договору – это покупатель и продавец. А контроль за совершением и исполнением сделок по распоряжению государственным имуществом осуществляется горосполкомами. В отношении недобросовестных приобретателей имущества в связи с неисполнением обязательных условий по договорам купли-продажи законодательству установлена административная ответственность. Так, невыполнение обязательных условий по ведению предпринимательской деятельности с использованием объекта, приобретенного на аукционе, с установленной начальной цены продажи, равной одной базовой величине, либо непроведение работ по реконструкции объекта, приобретенного под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства, влечет наложение штрафа в размере 20 до 100 базовых величин. Кроме того, неиспользуемые объекты могут включаться в перечни неиспользуемых, неэффективно используемых капитальных строений и земельных участков, на которых они расположены, в отношении которых установлено увеличение в 10 раз ставки налога на недвижимость и земельного налога. Также законодательством предусмотрена ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в виде уплаты в местный бюджет разницы между оценочной стоимостью имущества и ценой приобретения. В крайней мере, к недобросовестному предупредителю объекта недвижимости является возврат имущества в государственную собственность и возмещение покупателям ущерба при его наличии. Функция контроля осуществляется на протяжении всего срока действия договора купли-продажи и безобъездной передачи, до полного их исполнения, либо до расторжения договора. Более подробную информацию о контроле за выполнением условий договора в купле-продаже и безвозмездной передаче можно получить на сайте фонда Гомель обл.имущества или по телефону в Гомеле 26 32 68. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально.